Дорогие друзья, я Виктор Судаков очень рад вас приветствовать на нашей передаче «За гранью проповеди». В ней мы разбираем вопросы и темы, которые так или иначе не входят в формат воскресного богослужения. Сегодня мы поговорим о христианстве и визуализации. Совместимо ли христианство с визуализацией и вообще работает ли эта визуализация? И здесь, как обычно, в христианстве есть две противоположные точки зрения. Одни говорят, что христианство полностью совместимо с визуализацией. Визуализация – это то же самое, что библейское видение. Приводят разные места Писания, например, книга пророка Еремии, 1 глава, 11 стих. «И было слово Господне ко мне, что видишь ты, Еремия?» Вот эта визуализация – видение, по-английски vision. «Что же ты видишь?» – это библейское понятие. И обращаются часто проповедники к аудитории. «Братья, сестры, что вы видите? Какое у вас видение?» Приводят много разных примеров, например, как в Ветхом Завете скот зачинал перед водопоем и там ставили ветки. Если были ветки ребристые, то скот зачинал и рождалось больше пестрых, пестрого потомства. А если не было этих веток, то было потомство более одноцветное. Вот, говорят, примеры визуализации. Другие, наоборот, говорят, визуализация – это сатанизм, демонизм, это выдумки дьявола, ничего общего с Библией не имеют, у верующих не должно быть подобных учений. Так, что же такое, на самом деле, визуализация и совместима ли эта тема с христианством? Википедия пишет так. Так, визуализация – это процесс перевода мысленных, словесных представлений в зрительные, визуальные образы. То есть люди визуализируют свои цели. Например, хочешь похудеть и представляешь, как ты надеваешь свое любимое платье, самое-самое красивое, в которое уже много лет не мог влезть, но ты надеваешь, оно тебе хорошо, и ты идешь, и все восхищаются. Ах, ах, как ты похудел, да, вот такие представления. Или ты занимаешься спортом, и представляешь, как ты стоишь на пьедестале, победитель, цифра один под твоими ногами, и все рукоплещут там фанфары, фейерверки, ты выиграл соревнования. Или наоборот, ты бизнесмен, и ты разбогател, и вот ты на своем длиннющем лимузине подкатываешь к отелю Ритц, выходишь, швейцар открывает двери, тебе дают твои любимые номера, конечно же, люксовые. Вот люди визуализируют, представляют эти картины будущего. Работает ли визуализация? С помощью аппаратов МРТ сегодня определили, что когда мы представляем что-то великое в будущем, что-то прекрасное, себя успешным, благословенным в будущем, то у нас в мозгу активируются те же самые участки, как и если бы ты действительно это уже получил и уже достиг. Поэтому фантазировать, визуализировать, представлять будущее и себя успешным в будущем так приятно, так сладко, потому что те же самые зоны активируются, которые активируются и при реальном достижении этого. Ты мечтаешь, ты фантазируешь, и возникает такая дилемма, потому что ведь мечтать, фантазировать легко. Можно лежать на диване, смотреть в потолок и видеть великие картины будущего. А если это реально достигать, реально к этому стремиться, то это связано с трудностями, с напряжением, со всевозможными сложностями. И поэтому намного проще просто это представлять. И тут происходит очень опасный момент, когда сама вот эта визуализация, вот эти фантазии будущего вытесняют в нашей жизни работу над этим будущим, труд. Это не хочется совершать лучше, просто об этом думать и фантазировать. Недаром возникают всевозможные поговорки типа «дурень думкой богатеет». И когда ты ничего не делаешь, а просто визуализируешь, просто ходишь и у тебя великие картины твоего великого будущего, но ты сам ничего не делаешь для достижения этого будущего, то ты в реальности не приближаешься к своей цели, а наоборот удаляешься. Например, ты хотел похудеть, представлял себя таким накачанным, идущим по пляжу, без живота, вот. И ты представляешь это, в реальности ты ничего не делаешь, живот становится все больше и больше, цель становится все дальше и дальше. Как быть? И тогда человек отказывается от своих целей, думает, что я там себе напридумывал. И возникают разные альтернативные варианты типа «ну, значит меня бог таким и создал, и нечего тут против господа идти, вот такой уж я». И чем больше, как говорят, хорошего человека, тем лучше. И вот этим мы себя утешаем, возникает бодипозитив, а ладно там, и так хорошо, и наверное, если с избыточным весом люди меньше болеют, хотя на самом деле это не так. Вот, ну, наша психика, она нас утешает, наша плоть навсегда успокаивает. А поскольку человек не достигает своих долгосрочных целей и не получает удовольствия от этих целей, то вот эти долгосрочные цели заменяются быстрыми целями. А быстрые цели, как правило, не полезны, а прямо скажем, вредны. Потому что ведь это же тоже удовольствие, просто допоздна там, до полуночи, а можно и после полуночи, засидеться в компании со своими друзьями, смотреть телевизор, кушать чипсы, запивать это все пепси. И то же же удовольствие, и как бы живем сейчас, что думать о будущем? Получается, что визуализация не работает, да? Но тут на самом деле не все так просто. Должна быть визуализация не только целей, и даже не столько целей, сколько самого процесса. Об этом редко говорят, потому что визуализировать свое великое будущее намного приятнее, чем визуализировать неприятный процесс, как ты к этому будущему придешь. Однако, это очень важно, когда мы концентрируемся вот на этой разнице между тем, где мы сейчас находимся, и тем, где мы хотим находиться в будущем. На эту тему было немало исследований, потому что об этом не только проповедники говорят, об этом есть и исследования разных ученых, разных психологов. Одна из пионеров в исследовании визуализации, американский психолог Шелли Тейлор, проводила ряд экспериментов, где добровольцами выступали студенты, и этих студентов разделили на три группы. Одни должны были визуализировать прекрасную сдачу экзаменов, то есть это все проводилось перед экзаменами, они должны были представлять, как они подходят к доске, где вывышены результаты экзаменов, они смотрят, находят свою фамилию, и напротив, отличная оценка. И вот они должны были визуализировать, представлять себя успешными, сдавшими на отлично экзамен. Вторая группа должна была визуализировать сам процесс, то есть как они готовятся, как они вместо того, чтобы отвлекаться на студенческие посиделки, вечеринки, сидят над учебниками, там уделяют час, два, три времени, ходят в библиотеки, там точно так же занимаются. Вот они должны были как бы заниматься визуализацией процесса, не только о самой цели думать, но больше, то есть акцент ставить на процесс, на разницу, где я сейчас, где я хочу находиться. А третья была группа контрольная, которые без всякой визуализации жили так, как они жили. И как вы думаете, кто лучше всех сдал экзамен? Думаю, ответ очевиден. Лучше всех сдала экзамен вторая группа, которые именно визуализировали не столько цель, сколько процесс. Так называемая не позитивная, хорошая визуализация, а такая негативная визуализация на трудностях, на сложностях. Когда люди представляют себя, что вот они идут в библиотеку, а может быть там учебник взяли, поэтому им нужно прийти пораньше, чтобы взять учебник. И они представляют, что вот они сидят с этим учебником, приходят их друзья и пытаются их отвлечь там на разные студенческие посиделки. Но они говорят, нет, 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 вот после экзаменов посидим. И вот когда ты это представляешь, что в реальности тебе, сталкиваясь с этими трудностями, которые ты уже в своем сознании нарисовал и уже преодолел, то в реальности их преодолеть становится намного легче. Вот почему и подготовка к экзамену у второй группы была намного лучше и оценки, соответственно, были хорошими. Ну, первой же группы таких результатов даже близко не наблюдалось. То есть визуализация процесса – это визуализация разницы между твоим нынешним состоянием и тем, что ты хочешь достичь. Когда мы концентрируемся только на нашем прекрасном будущем, то происходит противоположное – будущее от нас удаляется. Когда мы концентрируемся только на нашем плохом, настоящем, мы оплакиваем себя. «Ой, я бедный, я несчастный, постоянно себя жалеешь». В этом тоже нет ничего хорошего. Но когда мы концентрируемся на разнице, что мы хотим достичь, к чему мы хотим прийти и как мы хотим это совершить, вот это как раз работает. Причем эта разница не должна быть слишком большой. Когда слишком большая разница, например, сейчас у тебя кредиты, микрокредиты, микро-микро-микрокредиты. То есть, в общем, ты всем задолжал, и ты берешь новые кредиты, чтобы перекрывать старые кредиты. И при этом представляешь себя вот этим каким-то богачом в лимузине. Разница такая большая, что веры нет. Веры нет, что ты к этому придешь и это достигнешь. И в итоге слишком далека, слишком великая цель, вместо того, чтобы мотивировать тебя, наоборот, тебя демотивирует и подавляет. Но когда разница не такая большая, то есть ты, имея всевозможные кредиты, представляешь себя свободным от кредитов, представляешь, что тебе не нужно каждый месяц думать, где бы найти деньги, чтобы расплатиться с банками, ты свободен, у тебя нет ничего этого. Вот такая разница, она как раз вдохновляет. Ты концентрируешься на этой разнице и начинаешь думать, как же мне заработать, что же мне нужно делать, какие новые пути, какие новые возможности. То есть, видите, вот эта визуализация процесса так или иначе переплетается с планированием. Когда ты планируешь, что ты хочешь сделать, что ты хочешь сделать, чтобы прийти к своей цели. И тут же возникают разные идеи. Надо вот кому-то позвонить, вот туда-то сходить, вот это-то нужно сделать, вот туда-то написать письмо. То есть, уже тут же наш творческий разум начинает выдавать всевозможные мысли, идеи, как мы можем это сделать, чтобы достичь цели. Не случайно я сегодня уже читал это место из книга пророка Еремии, первая глава. И было ко мне слово Господне ко мне, что видишь ты, Еремия. И вот прочитаю дальше. Я сказал, вижу жезл миндального дерева. Господь сказал мне, ты верно видишь, ибо я бодрствую над словом моим, чтобы оно скоро исполнилось. Миндальное дерево на Востоке называют бодрствующим деревом. Поэтому не случайно здесь такие слова, ибо я бодрствую над словом моим. Почему? Потому что у миндального дерева цветы появляются раньше, чем листья. И вот само бодрствование, это же не просто мечтание о будущем. Это реальная работа, да, реальная повседневная работа, когда ты не спишь в своих сладких грезах, а что-то делаешь, бодрствуешь, находишься в реальности, чтобы эту цель достичь. То есть цель важна, она задает направление, она мотивирует. Видеть, как твоя жизнь расцветает, как миндальное дерево, это, конечно, важно, прекрасно. Без цели нет мотива что-то делать, а визуализация процесса помогает эту цель достичь. Так что, дорогие друзья, ничего страшного, ничего ужасного в самой визуализации нет. Оно во многом соответствует разным местам священного писания. Только важно правильно визуализировать, иначе мы уйдем в фантазии, в наши мечты. Апостол еще написал, не мечтайте о себе. Вот эти бесплодные мечты, эти представления нереальные, которые, к сожалению, заменяют для многих тяжелую работу в настоящем, это не работает. Но визуализация самого процесса, вот этой разницы между тем, где мы и куда хотим прийти, может принести нам благословение и помочь достичь тех целей, к которым мы стремимся. И пусть Господь благословит в этом каждого из вас. Субтитры создавал DimaTorzok